Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Весточка из родного дома. 600 наборов общим весом 5,5 тонн отправили на Донбасс из Куйбышевского района Самары. В мероприятие принял участие депутат Госдумы Александр Хинштейн. Кран, способный поднимать 750 тонн, доставили в зону строительство метро на Галактионовской. А на пересечении Полевой и Новосадовой на 90% готов второй стартовый котломан. Подробности строительства станции метро Театральная в нашем сюжете. Отреставрируют фасад, кровлю, скульптуры и террасу. В Самаре продолжается восстановление дачи купца Головкина. Что бывает, если не соблюдать правила дорожного движения? Сотрудники ГИБДД на уроке безопасности показали учащимся колледжа краш-тесты. Показали лучшие педагогические практики. В Самаре прошел финал городского конкурса «Воспитатель года». В Самаре в зону строительства метро на улице Галактионовской начали доставлять комплектующие для сбора тоннеля проходческого комплекса. Всего их будет два. Чтобы собрать все части воедино, на месте строительства метро сейчас работает специальный кран. Его привезли из столицы. Эта установка может поднять до 750 тонн. Как раз этот кран и опустят тоннелепроходческий комплекс на дно котлована, откуда пойдет укладка путей для станции театральная. Сначала ориентировочно до 15 апреля сбор установки для бурения пройдет на Галактионовской. Потом кран переедет на Полевую, где также обеспечит сборку комплекса. После того, как аппарат будет готов, начнется его настройка. Затем под контролем Ростехнадзора комплекс пройдет первые 50 метров под землей. И только после успешного прохождения этих предварительных этапов он будет запущен в работу. Как пояснил специалист Управления капитального строительства, скорость проходческого комплекса определили в границах 250 метров в месяц. Скорость ТПМК определяется на основании геотехнического расчета с учетом геологических пород, которые преодолевают и глубины залегания, особенности при подходе в зону влияния каждого из строений, особенно объектов культурного наследия, расчетных осадок, грунта под этими строениями. Рядом с зоной строительства метро на Галактионовской закончили переносы подключения городских инженерных коммуникаций, которые ранее выносили, чтобы освободить пространство для продолжения строительства театральной. Рабочие на днях завершили переподключение одного из старейших водоводов Самары. Его проложили приблизительно в 1915 году. Отрезок старых коммуникаций более чем столетней давности заменили на новые с использованием современных труб. Кипит работа и в зоне строительства метро на улице Полевой. Готовность стартового котлована здесь порядка 90%. Рабочие начали его разработку. Продолжается и крепление удерживающих поясов, которые предотвратят обрушение стенок котлована. После окончания строительства и ввода в эксплуатацию театральной, добраться из отдаленных районов до исторического и культурного центра Самары можно будет быстро и комфортно. Эксперты убеждены, что после открытия новой станции пассажиропоток в подземке увеличится минимум на 15%. При необходимости муниципальное предприятие Самарский метрополитен сможет обеспечить сокращение интервала движения поездов до 7-8 минут. Для этого потребуется выход большего количества составов, а значит и машинистов нужно будет больше. Этой весной планируется набрать целую группу для обучения. В дальнейшем уже умелые машинисты будут работать и на новом участке линии метрополитена. Также в этом году продолжат капитально ремонтировать подвижной состав подземки. В порядок привели уже более половины парка. После капремонта срок службы вагонов продлится еще на 15 лет. Прием заявок на получение паспортов нового поколения сроком на 10 лет приостановили в начале февраля. Сегодня, 10 марта, по информации некоторых СМИ, стало известно, что госзнак возобновил их изготовление в стандартном режиме. Однако сам госзнак этот факт опроверг. Пресс-служба предприятия заявила, что продолжается выпуск заграничных паспортов нового поколения по ранее полученным заявкам и говорить об их изготовлении в обычном режиме пока преждевременно. Из Куйбышевского района Самары отправили очередной гуманитарный груз на Донбасс. 600 наборов общим весом 5,5 тонн доставят в Первомайск, Кировск, Луганск и другие населенные пункты. Сбор гуманитарной помощи прошел при поддержке депутата Госдумы Александра Хинштейна, Павловской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий, учеников самарских школ, кадетского училища, фермеров и общественников. Подробности в репортаже Ольги Павловой. Большое сердце, открытая душа и готовность помогать в любую минуту. По словам семиклассника Егора Вырыпаева, этими качествами должен обладать каждый житель нашей страны. Особенно сейчас, когда российским военным необходимо тепло, забота, внимание и поддержка. Гуманитарную помощь Егор собирал вместе со своими одноклассниками, воспитанниками кадетского корпуса, педагогами и родителями. Если есть возможность протянуть руку помощи, отмечает мальчик, делать это нужно, не задумываясь. Они освобождают не только Россию, они освобождают весь мир от нацизма. Это мы очень прекрасно понимаем. И поэтому собрали гуманитарную помощь, родители собрали деньги, мы отправляем письма, специально завернули треугольничком, как в годы Великой Отечественной войны. 600 наборов общим весом 5,5 тонн в самое ближайшее время доставят в Первомайск, Кировск, Луганск и другие населенные пункты. Сбор гуманитарной помощи прошел при поддержке депутата Госдумы Александра Хинштейна, Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий, учеников самарских школ, кадетского училища, фермеров и общественников. Люди собирали продукты, товары первой необходимости, самарские фермеры передали в зону СВО около 300 литров растительного масла. Всех нас объединяет одно – это неравнодушие к тем, кому сегодня труднее, чем нам, к тем, кто сегодня находится в очень сложной и непростой ситуации, но продолжает держать строй. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто принял участие в подготовке этого гуманитарного груза в его сборе. Отдельного внимания заслужил разработка студентов колледжа сервиса производственного оборудования. Совместно с группой мастеров они спроектировали печь для обогрева, вначале сделали пробные 10 штук. Мы сделали ее компактной, чтобы была горячая вода, бачок на 20 литров, дальше сделали конфорку для приготовления пищи и сделали две боковых сушилки для того, чтобы посушить носки, перчатки, вот таких вот полевых условий. Сейчас в колледже готовы выполнять массовые заказы на изготовление печей. Кроме того, студенты и сотрудники уже приступили к изготовлению специальных носилок, которые будут предназначены не только для раненых бойцов. Сделать их хотят максимально удобными и мобильными для транспортировки грузов. Гуманитарный груз, отправленный сегодня самарскими речниками и жителями Куйбышевского района, стал уже вторым в этом году. Первый на Донбасс направили в январе. Он был доставлен в Первомайск, Кировск, Луганск и другие населенные пункты. Ольга Павлова, Игорь Казановский. События. Социальный работник из села стала жертвой мошенника. Женщине позвонил неизвестный и предложил заработать на бирже. 53-летняя жительница села перевела на продиктованные счета деньги якобы для покупки акций. В сумме 2 миллиона 300 тысяч рублей. После чего псевдотрейдер перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что обещание высоких заработков от игры на бирже – одна из самых распространенных уловок аферистов. Мошенники маскируются под солидные коммерческие фирмы, чтобы заставлять людей переводить им крупные суммы. Во избежание подобных случаев полицейские рекомендуют быть предельно внимательными. Не стоит верить обещаниям быстрых и больших заработков на бирже. При заключении договоров с компаниями проверьте их историю, почитайте отзывы. Один из признаков того, что вы общаетесь с мошенниками – демонстрационные счета, где все выигрывают. К чему приводит беспечность на дороге и несоблюдение правил дорожного движения. Об этом сотрудники госавтоинспекции рассказали учащимся Самарского колледжа. Для них устроили краш-тест. Все подробности у Елены Чернявской. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Шокирующие кадры дорожных аварий, откровения жертв и тех, кто ежедневно сталкивается с горе автомобилистами. Такие кадры демонстрируют сотрудники ГИБДД Самары, учащимся в самарских колледжах и студентам вузов. Задача – напомнить о необходимости соблюдения правил безопасности на дорогах. Сегодня занятие прошло в Самарском финансово-экономическом колледже. Такие мероприятия очень важны и нужны для студентов нашего колледжа, потому что, смотря на их молодой возраст, это им пригодится очень в будущем, потому что в будущем они все обязательно будут водителями, у них будут свои семьи, и они должны об этом помнить всегда о безопасности дорожного движения. Наша задача – вызвать эмоции на данные видеоролики, которые в процессе уже откладываются в голове участников, и они ведут себя более правильно на дорогах. Дорожные полицейские уверены, такие уроки безопасности надолго останутся в памяти молодых людей и сделают их более дисциплинированными участниками дорожного движения. В свою очередь, слушатели признались, что участие в краш-курсе стало для них эмоциональной встряской. Лекция мне очень понравилась, информация была донесена хорошо, и я думаю, многим это пойдет на пользу. С нами обобщили все общие правила ПДД, как их соблюдать, как передвигаться по дорогам, чтобы было безопасно, где именно передвигаться, и как смотреть на пешеходные переходы, чтобы было безопасно переходить. За этот год на дорогах Самары произошло 163 ДТП, которые унесли жизни двоих взрослых, пострадало 16 детей. А нетрезвые водители спровоцировали свыше 200 аварий. Елена Чернявская, Константин Головин. События. Студенты и аспиранты Самарского университета, участники клуба «Космический градиент» разрабатывают учебно-образовательный конструктор для самостоятельной сборки пика спутника космического аппарата весом менее 1 кг и сопоставимого по размерам с алюминиевой тарой для лимонада. Главная цель – научить будущих специалистов практическим навыкам космического программирования. Проект стал победителем конкурса программы «Умник» и получил финансовую поддержку фонда «Содействие. Инновация». В Самаре продолжается восстановление дачи купца «Головкина». В рамках заключенного контракта предусмотрено восстановление, реставрация фасадов, кровли, скульптур, террасы веранд, устройство отопительной системы. Проверить, как идут работы, приехал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Вместе с парламентарием на объекте работала и наша съемочная группа. Здесь запланировано остекление витражное, но все в новых материалах, перекрытие воссознанное. Реставраторы рассказывают, что уже успели сделать, а что еще только предстоит на даче купца «Головкина». Депутат Госдумы Александр Хинштейн проверил, как идет восстановление памятника архитектуры. Уже совсем скоро это здание полностью преобразится, приобретет свой первоначальный оригинальный вид и станет тем, каким оно и должно быть. Действительно, жемчужиной Самары, да и не просто Самары, а всей страны. Когда строители только приступили к реставрации здания, весь фронт работ не был понятен. Выяснилось, что блоки, из которых сложена дача, пришли в полную негодность. Подрядчики решили наладить производство новых блоков по технологии начала 20 века, которая для того времени была революционной. Блоки, из которых собрано здание, пришли в негодность. Внутри они все уже стали полы, и поэтому были вынуждены начать их массовую замену. Год назад у самарцев это вызвало определенную обеспокоенность, когда люди увидели, что привычная им задняя сторона дома со слонами вдруг исчезла, и у жителей возникал страх, что ломают исторический объект. Конечно же, это не так. Здание восстанавливается по тем историческим чертежам, по которым оно и было построено более 100 лет тому назад. По контракту в доме со слонами создадут фасады, кровлю, интерьеры. Отреставрируют скульптуры и фонтан, террасы и веранды, благоустроят территорию. Все это будет сделано за счет федерального бюджета. Обустройство спуска к Волге и место, куда смогут пришвартовываться сюда с туристами, ляжет на плечи городских властей. Лестницу с двумя платформами делаем, конечно, спуск ее. И по краям, вот там сильный уклон, другого не придумали. Просто посадим, нет, мы сделаем этот, мажевельник. Дом со слонами станет местом притяжения не только для туристов. После реставрации на даче купца Головкина будет работать школа молодых архитекторов Самарского политеха. Для нас очень важно и значимо, что после реставрации на территории дачи Ксена Головкина будет размещаться школа молодых архитекторов. То есть наши студенты, наши лицеисты архитекторного лицея будут иметь возможность проводить выставки, пленеры, проводить различные мероприятия, направленные на творческую реализацию. На сегодняшний день готовность объекта составляет 34%. Полностью отреставрировать дом со слонами планируется в 2024 году. Благоустроить территорию в 2025. Из федерального бюджета на эти цели будет потрачено порядка 200 миллионов рублей. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. А теперь коротко о других темах этого дня. В связи с неблагоприятными погодными условиями в Самарской области ограничили движение грузового и маршрутного транспорта на участке трассы М-5. Это касается отрезка с 890 по 943 километр. Время действия с 8 вечера 9 марта до полуночи 10 марта. Госавтоинспекция просит всех водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников дорожно-патрульной службы. Три человека погибли в аварии в Самарской области в четверг вечером. ДТП произошло на 1165-м километре автодороги М-5 «Урал» в Камышлинском районе. Там столкнулись автомобили Hyundai Tucson и Lada Granta, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Самарской области. По предварительной информации погибли водители, два пассажира отечественной легковушки. В ДТП также пострадал пассажир иномарки. Он доставлен в больницу. Департамент городского хозяйства и экологии Самары определился с подрядчиком, который выполнит работы по очистке береговых полос рек Волга, Самара, Татьянка и прочих водных объектов, а также организует вывоз отходов в неорганизованных местах массового отдыха. Установит бункеры-накопители на левом берегу Волги. Начальная цена контракта составила 18 миллионов рублей. К работам подрядчик приступит с апреля, а завершит их до конца октября 2023 года. В Самаре проходит финальный этап городского конкурса «Воспитатель года». Почетное звание получит один из десяти участников в номинации «Воспитатель» и один из двух финалистов в номинации «Инструктор по физической культуре». Претенденты демонстрировали жюри свои педагогические находки. Победители будут представлять Самару на региональном этапе. Подробнее в нашем сюжете. Различные квесты, участие в социальных акциях, сюжетные игры, где дети пробуют себя в разных ролях. Такие педагогические находки для детей 5-6 лет представляет на конкурсе «Воспитатель года» Юлия Чикова. Педагог детского сада номер 97. Она отмечает, что именно в раннем возрасте детям нужно заложить основы социальной коммуникации. Тогда им будет легче адаптироваться в дальнейшей жизни. Это, несомненно, важная часть вообще человека, потому что нам приходится постоянно взаимодействовать с другими людьми и показывать себя, предподносить себя. И моя педагогическая деятельность направлена в основном именно на формирование социально-педагогических навыков детей, чтобы вырастить успешных, коммуникативных людей. В этом году определяют не только лучшего воспитателя, но и лучшего инструктора по физической культуре. Среди конкурсантов Виктория Агаджанян из детского сада номер 42. Раньше она была общим воспитателем, но затем решила расширить свои профессиональные навыки и прошла дополнительные подготовительные курсы, чтобы быть еще и инструктором. Ведущая деятельность в дошкольном учреждении у детей – это игра. И как раз физическое направление развития двигательной деятельности позволяет в полной мере дать возможность детям наиграться. Это подвижные игры, сюжетные, это спортивные какие-то мероприятия. Это уже третий финальный этап городского конкурса «Воспитатель года». До этого претенденты проводили самопрезентацию и урок с детьми из другого учреждения. В этом году конкурсу особенное внимание, поскольку он проводится в год наставника и педагога. В отдельную подкатегорию также выделены конкурсанты по направлению «Молодой воспитатель», которые только недавно стали профессионалами. Очень важно вовлечь их в эту конкурсную деятельность, зажечь их идеи, чтобы они остались в профессии и не ушли из нее. Конечно же, с этими «Молодыми воспитателями» работает целая команда наставников. Они не одни в образовательной организации, а их направляют и ведут в течение первого времени работы. Члены жюри подведут итоги всех выступлений, после чего будет определен победитель в каждой номинации и участники, которые представят город на региональном этапе. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Помогает правильно распределить нагрузки во время тренировок и восстановиться после аварии. На вооружении врачей клиник Самарского медицинского университета появилась умная одежда. Специальные датчики подключают к мышцам, они передают сигналы на компьютер. Как это работает, покажем в сюжете. Она считывает импульсы, поступающие в мышцы во время работы тела и передает информацию на компьютер. На вооружении медиков клиник СамГМУ появилась умная одежда. Это совместный проект самарских врачей и их коллег из Нижнего Новгорода производят умную одежду в Самарской области. Перед вами изображение, на котором мы видим места, отмеченные точками, куда прикрепляются электроды для более четкого проведения исследований. Мы выбрали эти места, потому что это наиболее рабочие зоны человеческого тела. Основные мышцы – бицепсы, трицепсы, грудные мышцы, дельты. С помощью умной одежды можно составить правильную программу тренировок для спортсменов. Ведь человеку порой непросто оценить нагрузку на тело и понять, работают ли нужные мышцы и правильно ли они это делают. Датчики считывают импульсы, поступающие в мышцы, и передают информацию на компьютер. Остается лишь провести анализ результатов и составить план тренировок. Основные цели наши направлены с этой одеждой – это запись электромиографии, допустим, спортсменов во время тренировки, для просмотра, какие мышцы активны, какие менее, какие хуже активности имеют. И тем самым балансировать какую-то программу тренировок, индивидуальную выбирать. И второе – это, допустим, люди, у которых есть какие-то, скажем, паразии, например, смотреть на различные мышечные недостаточности и как-то их пробовать избавлять людей от них. Еще одна задача умной одежды – помочь человеку в процессе реабилитации, к примеру, после аварии или перенесенного заболевания. Медики формируют базы данных упражнений и активность мышц при их выполнении. Затем сравнивают базовую картину с движениями конкретного пациента, выявляют дефекты и назначают индивидуальную программу лечения. Виктория Шарая, Александр Гусева, Константин Головин. События. У баскетболистов Самары все меньше шансов на выход в плей-офф в своем первом сезоне в единой лиге. После поражения от Парма у Волжан больше нет права на ошибку. А хоккеисты ЦСКА ВВС в своем первенстве обеспечили себе первое место по итогам регулярного чемпионата. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Баскетболисты Самары уступили в Перми по армии Пари в матче второго этапа регулярного чемпионата единой лиги. В первой половине встречи на площадке была равная борьба, соперники почти не отрывались в счете. А вот третья четверть началась с рывка хозяев 16-0. Все, чем смогли ответить самарцы, это сократить разницу до одного очка. После чего хозяева стали играть в собранье и победу не упустили. 67-72 поражение Самары. Чтобы попасть в плей-офф, волжанам нужно побеждать во всех трех оставшихся матчах. Хоккеисты ЦСКА ВВС начали заключительную серию игр на втором этапе первенства ВХЛ против Челнов. В первом периоде счет открыли самарцы, во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами. В начале третьего игрового отрезка летчики сняли все вопросы о победителе встречи, еще дважды отличившись. Оппоненты смогли ответить лишь своим вторым голом. 4-2 победа ЦСКА ВВС, которые на втором этапе пока ни разу не проиграли и уверенно удерживают первое место в таблице. Гонбалистки Лады победили на выезде из Венигородскую звезду в матче Суперлиги. После равного начала гости смогли немного оторваться в счете. В середине второго тайма преимущество Лады понемногу росло и достигло 8 очков. После этого гости расслабились и позволили соперницам сократить отрыв. Но матч до победы довели. 31-29 победа Лады. Женская футбольная команда Крилесоветов готовится к первому сезону в Российской Суперлиге. Футболистки и тренерский штаб провели первую тренировку в Самаре после двухнедельных сборов в Турции. Само занятие длилось около полутора часов и имело технико-тактическую направленность. Первым соперником команды станет действующий чемпион Питерский Зенит. В преддверии своего старта на теннисном турнире в Индиан Уэллсе в личном разряде уроженка Тольятти Дарья Касаткина провела матч в парном разряде. С итальянкой Мартиной Тревизан в первом раунде она противостояла швейцарскому дуэту Белинды Бенчич и Жиль Тайхман. Швейцарки победили 6-2, 4-6, 10-8. За 1 час и 23 минуты Дарья и Мартина сделали 1 эйс и 3 двойные ошибки. Теперь Касаткина сыграет в личном разряде против Татьяны Марии из Германии. Ну а далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Очередная партия гуманитарной помощи отправлена в зону СВО, сообщает телеграм-канал администрации промышленного района. Сбор помощи организовал совет ТОС Метеоцентр. В посылках одежда, термобелье, продукты и трогательные детские письма, стихи и рисунки. Администрация выражает признательность за помощи в сборе вещей председателю совета ТОС Метеоцентр Александре Кочетковой, председателю первичной организации Совета ветеранов района Зои Ивановне Деевой, председателю МКД Елене Малкиной, активу ТОС Валентине Городничевой, Галине Зубицкой, Екатерине Мальцевой, Ольге Гусельщиковой, Любови Тикиной. Глава Самарского района Роман Рыдюков в рамках регулярной работы с жителями провел личный прием граждан, сообщает телеграм-канал администрации района. Первый вопрос касался несогласия с признанием дома аварийным. В ходе обсуждения была проведена консультация и заявителю предоставлена необходимая информация. Житель получил ответ на свой вопрос и был удовлетворен результатом обсуждения. Второй вопрос был связан с ремонтом подвала дома и проверкой на законность захвата земли общего пользования. Было принято решение о проведении выхода на указанную территорию муниципального земельного контроля. Это позволит в ближайшее время дать ответ жителю на волнующий его вопрос. Участнику Великой Отечественной войны Николаю Павловичу Юдину исполнилось 98 лет, сообщает телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары. В 1943 году Николай Юдин ушел добровольцем на фронт. В составе Первого Украинского фронта участвовал в боях за освобождение Вены, Будапешта, а также в войне с Японией на Курильских островах. За проявленное в боях мужество рядовой Николай Юдин награжден Орденом Отечественной войны второй степени, медалью за освобождение Вены, медалью за освобождение Будапешта и множеством юбилейных наград. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Хороших вам выходных! Субтитры создавал DimaTorzok